Всем привет ребята, с вами Андрис Класс, признан на 37 серии по обзору модов игры Minecraft и сегодня хотел бы вам предоставить мод под названием Fiery Expansion. Данный мод по описанию автора добавит в нашу игру немножечко мрачности, а именно добавятся новые биомы, которые будут содержать в себе криповых мобов и также будут добавлены новые руды и плюс еще к ним соответствующие сеты брони, оружия и новенькие инструменты. Ну что ж, поехали. Вот такой вот первый наш биом, который предоставляется, он конечно уже немножечко не соответствует, так как он уже не является, можно сказать, таким мрачным, а наоборот я бы даже сказал бы немножечко даже красивым и очень классным, потому что выглядит это реально очень круто. Почему круто? Ну давайте представим себе вот такую ситуацию, вот вы находитесь просто на обычное равнение и перед вами вот такие вот горы. Вот просто это очень красиво выглядит, прям ну вау, это круто. Когда я это первый раз увидел, это было прям восхищение, очень классно. Лично мне вот данный биом, он уже мне очень нравится, то есть он не вселяет никакой мрачности. Так что, возможно тут есть некоторые красивые, но автор в основном сказал, что биомы будут мрачные, они добавят немножечко мрачности в нашу игру. Ну в общем-то давайте перейдем уже к самому модику. У нас имеется 5 новых сетов брони, плюс, извиняюсь, вот несколько сетов инструментов и оружия, тут также всего 5 по соответствии с сетом брони, 4 новых руды и некоторые тут дерева просто. Ну в общем-то тут все связано с деревьем, вот и все. То есть это, можно сказать, не декоративный даже блок, хотя кого как, кто как будет использовать. И в принципе вот такой вот кустарник, разбросанные палочки и так далее. Но я думаю давайте перейдем для начала к рудам, которые добавляются, вот такие вот 4 руды, которые вы сможете добыть и просто переплавить в печь и вы получаете определенный, можно сказать, материал. А именно, вы получаете вот такие вот слиточки, трюльмом, дисклис и зерантайн. То есть вот такие вот 4 новых ресурса вы получаете в обмен при переплавке данных руд и с помощью них вы сможете скрафтить какой-то из этих сетов брони. Ну мы начнем с вот этого сета брони. Это у нас такой клауди, клауди сет, который сейчас вам покажу как крафтится. Выглядит он вот так, добавляет нам прыгучесть, скорость и плавное падение на бесконечность. И это очень, кстати, прикольный сет брони. Выглядит он очень такой интересно. Вы знаете, вы как будто такое облачко, это очень так прикольно. Особенно вокруг вас такие облачка и они еще крутятся. Это тоже очень прикольно сделано и очень круто. И еще прыжок, это прям реально очень круто. Как же крафтится? Кстати, по характеристикам 2, 5, 3 и 1. Довольно слабенько, но все же это довольно интересно. И учитывая то, что вам добавляется прыгучесть, скорость и падение, то в принципе это интересно и прям добавляет какой-то более немножко интересности в нашу игру. Как же крафтится? Крафтится с помощью вот таких вот клаудиков. То есть, что нужно сделать, чтобы добыть данный ресурс? Вам нужно найти данный биом, в котором я сейчас нахожусь. И вот давайте представим себе, давайте в креатив. Вот. У вас есть вот такие вот горы, да? Это просто обычный снег, но есть вот такие вот облачка, которые находятся вверху. И это прям блок, это прям блок клауди. Он может разрушаться. И с него, кстати, также есть какая-то водичка. Это также очень круто сделано. И в общем-то вам нужно добыть вот именно вот этот ресурс, то есть вот это облачко. И с помощью него вы как раз-таки сможете скрафтить себе сет брони. И плюс, если не ошибаюсь, еще и сет инструмента, который вот здесь вот такой есть. Меч на 13 урона, топорик у нас на 6 урона. То есть меч у нас тут немножечко получше. Даже в разы получше. Ну и в общем-то еще вот такие вот характеристики. То есть тут же, е-мое, мотыга, минус 2 урона. Первый раз такое вижу, чтобы указывалось даже минус 2. Прикольно сделано. В общем-то давайте перейдем к следующему сетику нашей брони. Давайте мы его, конечно, сейчас немножечко вот сюда складем. Следующий это у нас вот такой вот сет брони. Лид, лид сет. Что же он нам добавляет? По-моему, если не ошибаюсь, ничего он особенно не добавляет. Просто обычный сет брони, у которого 4, 8, 7 и 4. По характеристикам, в принципе, можно даже, возможно, его сравнить с Незаритовым. 3, тут у нас 4, 8 и 7. Тут у нас также 8 и 6. Вот видите, Незариты по ноже немножечко уступают. Ну и тут 3, ну и тут 4. В принципе, можно сказать, что даже этот сет брони намного лучше в качестве брони. Но в Незариты, понятное дело, он добавляет твердость брони и сопротивление отбрасывают. Но тут, знаете, уже кому как нужно. Типа, нужны ли вам эти, допустим, характеристики в виде отбрасывания и сопротивления. Это уже ваше дело. Кстати, как крафтится? Крафтятся, в принципе, они все ванильные крафты. Это только вы заменяете ванильные ресурсы на ресурсы из данного мода. Вот этот слиточек, который вы получаете из вот этой вот руды. Вот она, Lead Ore. И вот так вот вы крафтите просто, как обычные, так же все обычные инструменты. То есть нету здесь никакой необычности. Следующий сет, это вот такой вот сет. Такой, знаете, магматический сет. Вот такая раскраска огненная. Я сначала подумал, что будет добавлять как минимум огнестойкость 100%. Но он добавляет всего силу, хотя выглядит прям, ну так, очень интересно. И я думаю, можно было добавить ему, думаю, взрывоустойчивость и огнестойкость. Думаю, были неплохие бы также эффекты. Потому что смотрится реально огненно. Очень прикольно. Крафтится он так же, как и все предыдущие, с помощью ванильных ресурсов. Вот сейчас вот такие вот. Вот такой вот новый ресурс. И в принципе это все. В принципе это все. Так же самое крафтится нагрудники и остальные сеты инструментов. В принципе, кстати, сеты инструментов забыл показать по характеристикам. Тут везде, вот, крутопорик, тут уже 9 урона, это уже более прикольный. Тут 7, 5, 10, тут топорик также врывается вперед. В принципе, давайте, я думаю, покажу сразу сеты инструментов и оружия, чтобы потом уже не возвращаться сюда по несколько раз. Очень прикольно, кстати, вот это деклиз. Есть деклиз сет, деклиз сет и зонтайн сет. Тоже прикольно, выглядит очень интересно. Особенно меч, мне нравится, как текстура меча вот этого зелененького и желтого. Выполнено очень круто. Вот именно вот эта рукоять, это очень круто сделано. Ну, давайте переходим к следующему нашему сету брони. Это вот такой вот зелененький сет брони. Выглядит так же у него есть... Дай, 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 типа, мотиночки. Так же у него есть такая немножечко необычная текстурка, не ванильная. То есть, есть некоторые выступы, есть такие плечики. Это очень круто прям сделано, тоже так интересно. Добавляется у нас спешка и ночное зарение тут на бесконечность и спешка 2. Тоже очень прикольно и интересный сетик брони. Кратится так же с помощью нового ресурса деклизом. Так что показывать, я думаю, вам не в ту смысл. Давайте заберем для красоты чисто, что был тут. И наш последний сетик, это Зарантайн. Зарантайн, Зарантайн сет. Это вот такие вот характеристики. И, кстати, вот этот у нас вот такие вот характеристики. Довольно, кстати, очень классные. Ведь они даже в разы лучше, чем Назаритовы, чем наши самые сильные ванильные. Ну, прям и тут даже есть твердость брони, сопротивление. Это прям очень круто. И тут так же есть. Кстати, очень прикольно. И, кстати, очень даже прикольно обновить текстурка. Скорость 2 и регенерация. И вот такая вот прикольная прям... Вау. У вас даже когти такие есть. Прикольно сделано, очень круто И вы знаете, подождите Блин, жаль, что нет анимации Было бы прикольно, если бы на правую руку Я думаю, автор бы добавил, знаете Реально вот такой бы коготь, который был бы виден И возможно, с помощью данного когтя Можно было бы даже бить Это было бы очень круто, знаете Ну прям реально Прям было бы круто автору За это, я думаю, можно было бы отдельный респект сделать Прям было бы очень круто, серьезно Если был бы такой коготь, его реально можно было видеть Но в принципе по данным сетам брони у меня все И по рудам тоже Это деревья, которые я вам покажу в новом биоме Которые также добавляются в данном моде Ну а теперь давайте перейдем наверное к самим К самим, к самим, к самим мобикам Их тут добавляется довольно в принципе небольшое количество Но это уже некая разновидность, разнообразность будет Давайте я думаю вот это все мы сюда вот так вот сложим Потому что оно уже вовсе нам не нужно И также есть админ сворд На 10 тысяч урона и 10 тысяч скорость атаки Just enough items не показывает его крафта И я думаю что у него нет крафта Я думаю что это знаете чисто меч для креатива То есть вы зашли в креатив взяли этот меч и все он у вас есть Ну мне так кажется потому что здесь написано админ И я больше склоняюсь к тому что его можно взять только из креатива Вряд ли его можно скрафтить Так что вот так вот Давайте на вот и наше место тестировки Перейдем тут как раз таки очень классное место Прямо образовалось в этом биоме Прямо реально место для тестирования всяких мобиков Давайте сразу поставим time set night Чтобы они не горели Потому что здесь есть зомби Некоторые разновидности зомби которые будут гореть Что ж первый у нас зомби это вот такой вот безголовый безголовый зомби У которого 12 хп и в принципе большим он ничем не обладает Только вот 12 хп и все урон обычный Так что ничего здесь такого особенного нет Все убили его и попрощались Следующий зомби это у нас вот такой вот ползающий зомби Также имеющий 12 хп То есть у него есть только руки И кстати очень прикольная даже анимация того как он вообще передвигается Сделано очень круто Прямо реально круто 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 Прямо респект И прикольно они умирают Это тоже очень круто сделано И исчез Упал встал и исчез Прикольно Ну и вот у нас такой вот можно сказать первый босс Можно его так назвать Это гигантский зомби на 150 хп Я думаю многие знают таких зомби из лаки блоков Они в основном часто появляются Если лаки блок довольно неудачный В общем то что данный гигант зомби делает Если вы его увидите или допустим заспавните с помощью яйца призыва Готовьтесь сразу что вы не будете сражаться только с этим гигантом Вокруг него сразу автоматически появится больше 10 обычных зомби То есть не ползающих Не допустим не безголовых А именно обычных ванильных зомби Которые вас также будут атаковать Их в основном больше 10 Это насколько я насчитал Есть их даже не 20 по моему Ну короче 150 хп Так что к бою с ним приготовьтесь Но так как у меня админ свор Я его убиваю чисто с первого удара С него особо ничего не дропается Кроме опыта Вот и все Следующее это у нас Получается Вот этот зомби Который ездит на зомби лошадке С щитом И с вот таким вот мечом Это кстати также меч Который добавляется в моде Очень прикольно сделано Реально что автор Еще добавил ему этот меч Это прям очень круто И щит такой огромный Также очень круто Прям круто Проработан очень круто Дропик обычно как вы видите Только гнилая плоть Ничего особенного нет И анимация тоже очень крутая Ядь Блин смотрите как круто Это реально Автор ремный респект И гидра Это можно сказать босс Это уже прям Жестко полноценный босс Если гигантский зомби Его можно так 50 на 50 считать Боссом То вот гидру Можно с легкостью считать боссом Вот почему Во первых вот эта красная полоска Во вторых 300 хп И вот так она выглядит Только Конечно Ей мешают блоки сверху Но Уж извините гидра Не моя вот проблемка Давайте как-то вот так Помогу Если смогу чем-то Но ты все равно В чем-то застреваешь Лол А ну ты в самих блоках Короче застреваешь Ну в общем-то Вот такая вот гидра Три головы Очень прикольно Также сделано Очень интересно Прям реально И заметьте Что стало Можно сказать с погодой Она какая-то стала Туманной И знаете ли Это очень круто Прям вау Это мне нравится И смотрите Сейчас убьем ее Сейчас можно попасть Смотрите Резко поменяется И не будет вот этой туманности Сейчас оп Все Туманности нету Ну прям это очень круто Что дропается с гидры У нас опыт дропается Потом у нас дропается порох Потом зачарованные яблочки Тотем Так Ну сколько зачарованных яблочек Два зачарованных яблочка Тотема бессмертия И в принципе все Уйди отсюда Так что приготовьтесь К бою с гидры В принципе будет Как эндер дракон Следующий Это у нас гигантский Паук То же самое Что гигантский зомби Только это у нас Гигантский паук С желтенькими глазами Кстати Прикольно так же выглядит Но я думаю Может быть нужно было Красные глаза Часто знаете Под ванильную стилистику Было бы очень круто Выглядит довольно Крипово Даже за экраном Довольно страшно Так давайте Я убью Все друг Пока Что из тебя падает Ну из тебя падает Очень много нитей Двоих глаз И порох В принципе тоже порох падает Что у нас тут Что у нас тут 26 нитей 3 паучек глаза И порох Ну так как у нас Выпал порох из гидры Ну я думаю Немного выпало пороха Из этого паучка Дальше вот такая у нас Душа Или же призрак Ой-ой-ой Дай мой Дай мой Вот такая вот душа Выглядит Полностью черная Он такой вот Ну прикольно Так же выглядит Очень интересно Блин Офигенная анимация Реально Анимация Я просто от нее кайфую Следующий у нас Вот такой вот Боссик Дай-тай-тай На тебя посмотреть Это вот такой вот Монстр С четырьмя Можно сказать Четырехголовый Четырехголовый Это очень прям Реально тоже Крипово выглядит Крылья Очень круто Но все-таки Как по мне Гидра в разы Лучше сделана Этот сделан Знаете Такой более криповый И жаль Что из тебя Ничего не выпадает Камон У тебя Послушайте Сколько у тебя Четыреста пятьдесят хп Нет-нет-нет-нет Извини Извини друг У тебя четыреста пятьдесят хп Из тебя ничего не выпадает Серьезно У тебя больше хп Чему гидры И с нее вообще Прям лут такой Неплохой В принципе А у тебя четыреста пятьдесят хп Ничего нет Жалко Гораз мимик Это он Чисто вот такой вот Мобик Который погружается под землю Ну довольно интересно Но его также можно Убить Только нужно подождать Допустим тайминг Все убили И мы получили вот такой вот дерн Вот и все Это единственное Что из него падает Не очень конечно интересный Лутик Но да ладно И наши последненькие Последненькие Вот так вот переместим Последненькие у нас Мобики Это у нас вот такой вот Житель Житель который исчез Но я вот все равно смогу убить Блин А ты можешь не выпивать зель Чтобы на тебя посмотреть Нет Ты не можешь этого делать Ты этого не можешь Ну кстати Я убил тебя Ты получил зелье невидимости Это очень прикольно Смотрите Жители Есть биом Который вам также сейчас покажу В котором есть новые деревни И там есть вот эти жители Следующий этот дом Вот такой вот Птичка Очень кстати прикольный Особенно звук Вот это кукука Это прям А куда ты пропал Слушай Блин Куда ты Куда вы все пропадаете Под землю Что за прикольчики Это очень прикольно Я когда первый раз Создал этот мир Я сначала подумал Что это у меня за окном Но потом я понял Что вот Мимо меня пройдет Вот эта птичка И это она Прям очень круто сделана Прям повторю Реально респект Даже за такие вот Детальки В виде Вот такой кухонь От этой птицы Это прям Это реально очень круто И вот такой вот Медедик Гризли Гризли 45 урона Также является Понятно дело Агрессивным Потому что Медедик Но все равно Выглядит очень прикольно И мило После его убийства Мы получаем Медовые соты Очень круто Точнее Пчелиные соты И последнее Это у нас Энд Мимик Это также Погружающийся Моб под землю Только это у нас Песчаный Имеющий 55 хп И если его убить Из него Попадает песок Кстати Оно вот интересно У этого 55 А и у этого 55 То есть у вас У вас всех Одинаковые хп Прикольно сделано Очень интересно Погружающийся под землю Ну прям реально Ну Заметьте все Что они все Враждебные Кроме вот Именно вот этой птички Которая гукукает Это прям Она реально сделана Очень круто И теперь давайте Самое главное И самое я думаю Интересное Одно из самых интересных По крайней мере Это Еще новые биомы Которые нам попадаются Будут попадаться По ходу Нашего приключения В игре В общем то Для этого нам нужно Locate Команда locate И переместиться В некоторый Из вот этих Вот Из вот этих Вот Коман А где вы Подождите 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 Немножко Нам нужно Locate bio Вот Вот это нам нужно Вот это нам нужно Вот 4 Смотрите Вот это давайте Вот это Сейчас просто Посмотрим 3000 блоков отсюда Сейчас Посмотрим везде Даже Там где мы У нас тут даже Есть достижения Нифига себе Ого Нормально я так Появился на небесах И это у нас Первый такой биом Который реально Такой интересный Брачный Посмотрите на эти Ёлочки Не просто серые Словно Такое впечатление Как будто Знаете Такой биом С вулканами Такими Озерами лавы Это очень прям Прикольно выглядит Вот есть такие вот Структуры Например Такие мини Башинки Заброшенные В которых Различные Паутина Головы Скелета Точнее Черепа скелетов Прикольно выглядят Такие структуру Очень интересно Крипово Добавляет некая атмосфера И солнце Кстати Такое Очень прикольно И смотрите Как это прикольно Как это Вау 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 Прям биом Интересный Классный Особенно еще Прикольно Вот эти частицы Они напоминают мне Биом Опа 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 Мы наткнулись На босса Только Где он Вопрос Где он Где он Где он Где он Он где-то здесь Возможно он где-то Просто под землей Что его не видно Но он где-то здесь Я думаю он где-то Просто под землей Прячется А вот ты Друг Вот ты где Привет Друг Привет Подожди Где-то там гидра есть Или нет Еще один Смотрите То есть В этом биоме В этом биоме Есть вот этот босс Который обитает здесь Что будете готовы Если вы сюда попадете Вы можете Повстречать Вот этого босса И насколько я понял Они не являются Какой-то редкостью В этом биоме Они даже Знаете Третий Третий Подождите Он просто так появился Он просто так появился Лол То есть Вы можете путешествовать А он появится Просто так Прикольно выглядит Очень интересно Четвертый Серьезно Серьезно Четвертый Подождите Мне кажется Или тут она Ну еще раз Просто такая тень Я по А Это Облако Лол А что ты здесь делаешь Облако Лол Ты так грибово Выглядишь Я думал Это может быть Такое Знаете Место Где они появляются Подождите Подожди 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 Так Я забрался Сюда наверх И А ну-ка Сундучок Сундучки Есть вот такие Вот предметы Серьезно Блин А знаете Я уже Поладился Что вдруг В этом сундуке Лежит вот этот Админ Сворд Я такой Вау Все Это меч админа Было бы прикольно Слышите Вау Кстати Обочка Реально Очень прикольно Выглядит И добавляет Такой интересной Атмосферы Прям Круто И где-то Вот еще У нас Есть Вот этот Даже Пятый Босс Опять Вновь Прикольно То есть Реально Это А Лол Я же говорю Это какое-то Место спауна Вот это Под облаком Это возможно И какое-то Место спауна Вот я Почему я обратил Внимание На эту тень Потому что Я подумал Что это может быть Какое-то Место спауна Где они спаунятся Но это Просто тень От облака Но все равно Мне кажется Что определенные Место спауна У них есть Так что все-таки Давайте отправимся В следующий Наше путешествие К новому биому Вот такому вот биому Который находится Совсем недалеко от нас Всего лишь 575 блоков от нас И это вот такой вот Новый лесок Который у нас появляется И когда мы в него Понятное дело Заходим У нас также вот Небо Небо становится вот таким Вот темно-зелененьким Также добавляется Интересная такая атмосфера Очень прикольно Это выглядит Вот такой вот Обычный лес Насчет структуры По-моему Здесь никаких особо нет То есть обычный такой лес И выглядит также Очень прикольно В принципе Это обычные березы Сейчас Извиняюсь Да Это просто обычные березы То есть ничего особенного Такого нет Он является Может быть вот таким Может еще более Быть темным Прикольно выглядит так же То есть ничего здесь Особенного нет Поэтому Задерживаться Я думаю Здесь Нету смысла Так что Давайте сразу Перейдем К следующему Нашему биому Так вернись Вот сюда Это у нас Вот такое вот Получается У нас всего здесь Присутствует Четыре Четыре биома Четыре биома Так 1297 блоков Ну давай Что это у нас Такое за биоме Ух ты Выглядит Это уже очень интересно Сейчас Должно Немножечко Отлагать Потому что Так много Телепортации При этом Еще мод Такой В принципе Неплохой Поэтому Телепортация Может занимать Немножечко Какое-либо Время Когда оно Все прогрузится Это нужно Довольно Сильно Учитывать Все Немножечко Уже Отлагивает Это уже Прикольно Так Ну что мы Можем заметить Сразу Это уже У нас Есть Красная Красная Водичка Такая Кровавая Водичка Плюс у нас Еще есть Такие Блоки Они Кстати Также Напоминают Ад Адские Блоки Тоже Очень прикольно Знаете В базальтовом Биоме Реально Похожи Блоки Возможно Это и есть Чернит Подождите Это наверное Есть чернит Да Это чернит Больше всего И вот Кстати Есть вот Эти деревни Которые Я сразу Вам говорил Это новая Структура В этом Биоме Это Вот такие Жители И кстати Если я Не ошибаюсь Если я Реально Жестко Не ошибаюсь То Они являются Враждебными Это Давайте Вообще Это можно Сейчас проверить Чтобы Давайте проверим Агрессивные ли Вы Нет Вы не агрессивные И с вами Можно торговать Это уже Очень интересно Очень круто Вот В принципе С ними Можно торговать Почему-то Я сначала Думал Что они Агрессивные Но нет В принципе Есть вот такие Вот Кстати А есть Я эту водичку А нет Все Значит Она не отравлена Ничего Ну что Давайте Тогда зайдем Наверное В домике Посмотрим Что тут Вообще Есть Такого Интересненького Есть ли тут Какой-то Лук Потому что Я в них Еще не был Даже Даже я В них Еще не был Блин Выглядит Конечно Как-то Очень странно Довольно Не знаю Или это Зависит От структуры Или это Реально Может быть Просто Такое Знаете Непроработанное Просто Камон В доме Вода Хотя Учитывая то Что дома Они находятся Прямо Реально В воде Блин Не знаю Подождите Это типа Как огород Серьезно Подождите Вопрос Это Непроработанная Вещь Или это Так и Должно Быть Гляньте Блин Как-то Конечно Выглядит Не очень Круто Но В принципе Стилистика Деревни Неплохая Выглядит Очень Неплохо Но Все же Кто как Эти дома Находятся Блин Что это Такое Это Не сказать Что дом Не прогрузился Наоборот Он такой И есть Это Реально Это не то Что не прогруженный Допустим Дом Он такой Есть Но Блин Блин Не знаю Ягород Чисто Под водой Что вы выращиваете Подождите Багровый А то есть У нас еще Багровый Корни Прикольно Ну Такое Себе Сундучков Нету Никаких Особых Но Блин Ну Хотя бы С вами Можно Торговать Это уже Реальный Плюс С вами Кстати Вот эти Тинтишечки Кстати Насчет Тинтишки Которые Добавляются В данном Моде Вот эти Тинтишечки Забейте Они довольно Лайтовые Они в два раза Сильнее чем Обычные Тинтишечки И на этом Все заканчивается Эта Тинти Я думал что Когда я ее поставлю И она взорвется То мой компьютер Просто рухнет Но нет Это оказалась Обычная Тинтишечка Она В два раза И даже нет В три раза Сильнее обычной Тинти Но даже Прикол там Заключается В ударной волне Которая происходит При взрыве То есть Если вот Допустим Поставить Камон Можно это Прямо сейчас Показать Чтобы вы поняли То есть Ничего особенных В этом Тинтишечек Нет То есть Забейте Это Такая себе Штучечка Я почему-то Думал реально Что сейчас Поставлю Тинтишечку И ком Прохнет Но нет Я думал Даже конечно Что еще Не прогрузилось Но нет Опять же Такие Тинтишечки Довольно Лайтовые Как раз Такие Вот такое место Классное Давайте сейчас Позавим Оно взрывается Вот такая вот Тень Вот такие вот Частицы И оно взрывается И сейчас Очень важное Нужно заметить Ударная волна То есть Взрыв вот такой Вот Я говорю Ну Два-три раза Сильнее Чем Обычная Тинтишечка И Ударная волна Блин Она тут конечно Не очень сильно Адекватно Произошла Это скорее уж Нужно делать Возле горы Во Вот возле горы Допустим Давайте вот Вот в таком радиусе Вот возле горы Вот сейчас должны быть Тут такие дырочки О Облачко Здравствуй Ну-ка Вот такая вот Ударная волна Происходит Вот такие вот Просто такие Мелкие дырочки Происходят у нас Вот и все В принципе На этом мод У нас заканчивается И давайте Вот я поднимусь На вот это облачко Возможно Тут есть какой-то Сундучок И в принципе На это все Потому что Четвертый биом Это у нас горы В которых я уже был Я вам уже все показал Сундучок Что за сундучок Ну Такой себе сундучок Он похож на Просто знаете Сундучок Из заброшенных шахт В принципе Тот же самый лут Было бы прикольно Если что-то было бы Интересно Например Те же самые руды Или возможно Быть какой-то меч Было бы прикольно Довольно В принципе На этом мод Заканчивается Все я вам показал Все предметы Все новые биомы Все структуры Которые были Они в принципе Были довольно Лайтовенькими Те же самые деревни Не были каким-то Супер-пупер Интересными Но все Было бы прикольно Реально Особенно частицы И эффекты От мобов Это было бы Очень классно Это было прям Вау Я прям Горжусь автором Мне прям очень Понравилось Ну на этом все Всем спасибо за просмотр С вами адрес Ребята До новых встреч Всем пока-пока